Друзья, я начал запись еще одну, ту которую я снял чуть раньше, получасовую. Я назвал серия номер один, но сейчас поправляюсь, пусть будет серия номер два. Не хватало этакого предисловия, сейчас оно появится. Дело в чем, друзья. Я надеюсь, что мы поймем друг друга. Да, я проверю, идет ли запись? А, идет. Ну вот, сложилась такая парадоксальная ситуация. Выпуск продолжается. Студенты получают дипломы, становятся кем угодно, но не садоводами. Во-первых, непрестижно, во-вторых, малоплачиво, в-третьих, никто им доверит, настоящее большое дело. Вот. И редкий исключение справил вроде вот этой девушки Юлии Матвеевой, вот, которая проходит практику в моем саду. Удивительное дело, как она умудрилась уговорить своих этих самых ученых-руководителей отпустить к железобу, всего лишь скромному фермеру, не имеющего никаких специальных дипломов, никаких званий, никаких степеней. Вот. Тем не менее, что один случай, еще второй случай с Савинич Дейнасана многовато для огромной страны. Вот. Я утверждаю, что огромная машина по учебе, натаскиванию студентов, работает в холостую. Я предлагаю свою систему, я уже предлагал, но не был услышан. Попробую еще раз. И как-то, может быть, другими фотографиями, какими-то другими доводами. Вот. Значит, так. Мне нужно взять... Нет, вначале надо показать в этой галереи. В моем появлении на Небосклоне, на Садоводческом, была встречена... Нет, не с восторгом. Простых людей с восторгом. Неужели они наказать подумали? Неужели у нас тоже будут такие осады? Тем более, это Сибирский сад, да. Вот. Неужели у нас будут склоны? Железов говорит, что склоны существуют. А потом, в очередной серии, может, третье я вам покажу, или второе, как меня оболгали и сказали, что все это ложь, что все это мошенничество и ремиктативная геомизация – это лженаука. Понимаете? Вот. А таких, на самом-то деле, она не может быть женокой, иначе шел у меня на руке-то. Это как раз те самые, которые обозвали кемерами. Итак, давайте по порядку. Я беру себе в союзники Мичурина. Мичурина, где можно, там его используют. Там, где нужно доказать, что ничего делать не надо, ничего не получится. Бах, Мичурина. Вот. А я его хочу, у него огромное количество ценнейших материалов, неизученных. И, как я узнал, их не изучают ни в академиях, ни в университетах. Вот. Именно вот это. Приходится обращаться к старым данным. Вот. Естественно, я такой же, как ученый. Они выбирают это, что им нравится. Мне выбирают то, что мне нравится. Итак, читаем Мичурина. Такой известный ботаник, известный. Может быть, плохим приватчиком. А вы знаете, что за этим следует? А дальше фамилию называют. Т-т-т. Вот. За этим следует совершенно искаженная научная данная. Только из-за этого. Поняли, да? Тогда мы с вами, наверное, возьмем и... Мы с вами, наверное, возьмем и переместимся. Вот, наверное, питомник. Питомник Сергея Жильзова. Ага. Почему? Значит, в чем заключается моя идея? Внимание. Пусть это будет первая серия. Это не продолжение. Но, может, как бы начало. Итак, перед вами примерно 10 соток. Так. Представим теперь. Да, нормальный студент должен взять и приготовиться к худшему. То есть, больше никаких занятий, где нужно конспектировать, и то, чтобы гонять в сон. Больше никаких совершенно негодных производственных практик. Знаете, что такое производственная практика? Сказать? Я уже рассказывал. А мне рассказывали люди-сведущие. Приходит человек в какое-то более практичное научное учреждение, где есть земля. Как правило, это ГАСАУ. Как правило, это научные практические. Есть такие. У нас это Минусинск, у нас это Субботин, у нас это Абакат. И говорит, я студент, вот направление, научите меня. Ему дают тяпку и говорят, вот видите, забор. Вот от забора и до обеда. А дальше это, вот это, какой студент будет 8 часов тяпать. Хотя бы до обеда. И на этом это. Потом я даю справку, что он прошел. Вот. И все на этом. А потом он заканчивается тут и ничего не знает, не умеет. А далее это самое. И приходит человек на производство, потому что питомник. Или, например, чисто уже научный советский институт, где уже надо что-то делать руками. Вот. Это может быть любой студент любой профессии. Вот. Ему приходит, как я приходил, он говорит, все, что вы знали, забудьте. Наплевать и забыть. Ну как, почипай его. Наплевать и забыть. А не хотелось бы, чтобы так было всегда. Поэтому мы, если так, учеба, теорика это нужна. Генечку ждать придется. Но это, чтобы потом один из сотни мог это продолжать. Остальные, это как шофер, который знает три педали, газ, тормоз, сцепление, руль, десяток приборов. И может стать чемпионом мира по гонкам. Может стать профессиональным дальнобойщиком. Не имея понятия, что там, как устроена коробка передач, как устроен двигатель внутреннего сгорания. Вот. Поэтому главный акцент другой. Нам нужно, чтобы студенты приносили пользу, получив диплом. Дальнейшую ситуацию, вся жизнь. Итак, как будет выглядеть учеба студента? Я уже об этом говорил. Любая, 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 это самая фотография должна стать. Я готов предоставить науке 5000 таких фотографий. Она должна стать так, методом тыка, методом случайной цифры. Ему попадает любая фотография, и студент должен что сделать? Должен. Просто рассказать, что он на ней видит. Вот. Это будет отдельный, я подготовлю отдельный фильм. А самое главное, это то, что случилось у меня уже. То есть, случилось следующее. Значит, я взялся, откуда ни возьмись, как черт из табакерки. Так. Не знаю, куда я лезу. Я просто в Сибири, в Сибири, все, что дикое там было, или полукультурное, это сибирки, ронетки, китайки, уссурики. Догоняйте, о чем речь идет. Вот. Маджорки, это самое. Все это по двое. А все это было. А хотелось все иметь лучшее. И когда я взял это лучшее со всей России, с Москвы привозил, в основном с Украины. Вот. И вовсе не из ученых садов. Один-два примера из ученых садов. И сотен. И тогда сразу получились вот такие результаты. Вы знаете, друзья, я оправдываю себя тем, что мне нужен, я не хвастаюсь, мне нужен положительный пример. Понимаете? Нет, положительный, чтобы вы меня дальше слушали, какая судьба должна ждать студентов. Возвращаемся обратно. Вот. Обратно, обратно, обратно. Сейчас мы лезем в этот самый, где мы сейчас только были. Значит, я предлагаю вам следующую схему. Это я имею в виду науки. Я предлагаю Министерству науки и высшего образования. Когда-то там наши люди могут появиться. И тогда должна быть самое главное. Да, по этим самым, по фотографиям человек должен сдавать экзамены, чтобы все скакило от зубов. А это будет вторая тема. Первая теория, ладно, генетика. Вот. Там пестики, тычинки, цветочки. Вот все это надо. Попробуйте сказать, почему дерево само себя не опыляет. А я знаю, почему. И таких, к примеру, сотни. И тогда получается, что самое главное, это поступив в институт, поступив в университет, поступив в академию, студент сразу получает участок. Самый малый, пять соток, если это крупный город, мало земли. И десять соток, если это где-то провинция, и двадцать соток, если Сибирь. Почему? Ребята, сразу открывайте на секрет. Этот участок сможет с второго, третьего, ну, в крайнем случае, четвертого года, кормить студента. Вот. Потому что сами стипендии у одних, кто собирается поступать, вызывают приступ хохота. Хрен, я пойду в нищету. А у других, слезы, пойду, потому что у меня нет выбора. Хоть такой диплом получу. Вот. Смотрим дальше. Итак, несколько суток, и студент должен через четыре-пять лет предъявить, в том времени магистратура, надеюсь, отменит эту драску, вот, то есть, четыре, через четыре-пять лет он может получить не только диплом, он должен угостить комиссию, выращенную своими руками фруктами. Вот это и будет революция. Вот к этому я клоню. Вот это сейчас я вам покажу, как это должно выглядеть. Вот. То есть, это должно быть не просто пять, десять соток. Это должно быть обязательно, должно выдерживать в нескольких критериях. Первое. Все делает студент своими руками. А студенты получают помощь. Например, тяпка, лопата, секатор, привозься нож, тут он может даже не иметь на это денег. А привозься нож хорошие тысячи сто рублей. Вот. И много еще других проблем. Но они должны быть решены. Не знает, не умеет. Вот. Еще раз. Если он не знает, не умеет, вот. Вот это вот. Известный ботаник может быть плохим привозчиком. Это никогда он не будет толковым ученым. Вот. Потому что его будет одновременно это и кормить. Вот. Помощь себе, помощь государству. Вот. И дальше. Что такое эти пять, десять соток? Это питомник, плавно переходящий в маточный сад. Поступили и начинается проблема. Где взять семена? Вот это будет, да. Где взять семена? А нету семян. А это уже, в крайнем случае, какие-то небольшие фонды. Несколько тысяч на приобретение семян. Вот. Но, естественно, в третьей серии я покажу страшную картину, лохотронную. Если студент пойдет, как любой обыватель, на рынок за санцами. А что? Купил. Родители могут быть богатые. Купил, вырастил и предъявил комиссии. Он никогда не получит диплома, потому что к моменту пятого года комиссии, все это будет мертво. С вероятностью 98-99%. Вот. Таких садов, вот таких вот, с Гулькин, понятно. Второе слово я пропускаю. Так вот, значит, семена. А в стране есть тайга. В стране есть заброшенные. Нет, нет. Просто леса дикие в стране заброшенные. Лесополосы, заброшенные сады. Мы с 34-м я взял, я сюда приехал, в 85-м я уже искал дикие груши по заброшенным садам. Вот. Сколько лет прошло, но зато у меня сейчас самые странные такие груши в России. Вот так вот. Друзья. Так вот дальше. Я не был студентом, но если бы так студенты учили, то бы все странно покрелось бы вот такими садами. Ясно? Вот такими вот. Вся страна. Но пока гос и ныне там. Значит, я продолжаю. Есть возможность выписать семена у железа. Вот. Есть 10-20 садов уникальнейших. Почему? Обратитесь туда за семенами. Мы не обязательно. Может подарят, может продадут. Вот. И вы их посеете. Какие-то будут корни собственные. Вы уже будете иметь прекрасные сады. Не самые роскошные, но приличными плодами. Не замерзающими, не скалеченными. Прививка. Я не оговорился. Я приварщик. Но я так и говорю. Прививка – это получается деревья чуть-чуть. Чуть-чуть менее здоровые, чем корни собственные. Но чуть-чуть, а все равно получается, как бы ни было чуть-чуть. И все-таки не сказывается чуть-чуть. Несколько поколений. Но студенту надо уже идти отталкивать. Если у меня 4-5 поколений, мои косточки, мои семечки, у вас будет шестой, седьмой и так далее, друзья. У коллеги, студенты, будущие фермеры, как я фермер. Будущие аспиранты, доценты, кандидаты, доктора и академики. Если вы пройдете эту школу. Итак, семена и садятся примерно так. Давайте по порядку. Вот. Давайте по порядку. Чтобы сюда не возвращаться. Вот так выращиваются корни собственные. По железу. Но заметьте, я сейчас подробнее не буду. Главный результат. Результаты уникальные. Под ними фрагменты веточек. Любых. Любых. Кустарников культур. Плюс. Шелковица. Так. Вот. И результаты удивительные. Вы их видели мельком вот так вот. Просто мельком. Итак. Отдельная часть питомника вашего. Уже удивите. Вот. Я когда посмотрел. Мне привезли фотографии с Москвой. И с этого. Из Мичуринска. Там было много фотографий. Посвященных кустарникам. Они ничем. Учебное заведение. 21-й год. Был. Вот. Они ничем не отличаются от тех, что у нас у любой бабушки. Понимаете. А я учу, как сохранить их качество. Вот у любой бабушки посмотрели. А у некоторых. Знаете, какие? Ой. Какие кустарниковые плоды. Это невероятно. Они во многом даже превосходят, которые в науще всегда. А как их сохранить? Сразу отменяем семечковое размножение. Сразу. Только укоренение. Поняли? И сразу на огромный шаг вперед. Раз. Потом, значит, ну, вот. Вот. Видите? Студентка на тот момент. Уже давно выпускница Агромуза. Вот. Юлия Матвеева. Научилась. Что там говорить? Вот. Дальше введем. Ну, это анадра. Это вратак. К слову. Вот так каждый студент должен быть. Вот. И мы теперь пойдем. Пройдемся по этому самому. Вот. Сама агротехника. Я сейчас просто пробегусь. Просто пробегусь. То есть подразумевает. Только, только, только дождевание. Все. Остальное исключается. И самое главное. Этот самый. Капельный полив исключается. А дальше вот я так бегом-бегом заду наперед. Или спереду назад. Вот это, вот это. Вот это, вот это, вот это. Вот. Это обычная работа. Уже на тот момент он был студентом. Знаете, когда Сергей Железов, мой сын, поступил в этот самый. В колледж шушенский, да. На агрономии. Что вы думаете? Я думаю, ну Серега, тебя там задал, как ты же одновременно получая диплом ради, как говорится, бумажки. Что это там, в принципе, это науке не нужен. Но, ты представляешь, Железов приехал, Железов вычился. Допустим, у нас науще, допустим, у людей будут сидеть, ему глаза горят. С ним будут посчитано здороваться преподаватели. Говорить, Сергей Валерьевич, пожалуйста, проведите за меня занятия, чисто практическое. Покажите, как, что. Привезите свой знаменитый, привычный, этот самый. Вот. Может, это мы давайте прямо перед техниками посадим в сад. Это одновременно будет и, как это зовут, и практикой. Во! Я даже две куки шоу показал. Никому ничего не надо. Идем дальше. Грустно это. До куда я дошел? Давайте дальше. Вот это классная работа. Тут учебные снимки есть. Вот это учебные снимки. Ну, я не могу все это комментировать. В 186 вебинаров и все еще не все рассказал. Вот. Это наши волшебники. Вот таких людей теряем. Вот таких уже навсегда. Сашего небесного. Это Володя, он еще живой. Кто-то, кто-то, кто-то еще. Я так грустно говорю. Да, живой, надеюсь, сейчас 50 лет проживет. Вот. Если выживет, имея прекрасную саженцию. Вот. Вот такими надо, чтобы студентам дали волю. И в то же время ходите сразу. Вы поступили на первый курс. Вы будущий академик. Вы будущий знаменитый селекционер. Потому что вы оттолкнетесь с того, что лет 30-40 Володя. Чуть неизвестно этим занимается, да. Вот. У него один из лучших садов в Сибири. Вот. Науки вы не найдете таких садов. А можно с халтурой. Купить у него готовый сад. Все. Вот. Тогда вы точно диплом получите. Но лучше бы начать все-таки научиться по большому счету самому. То есть, начать с семечек, косточек, начать с червяков, самому поливать. Ну, кто будет за этим следить? В халтуре, конечно, его купят. Но на всю страну Володе не хватит. А с другой стороны, в всей стране и науке пока не надо этой идее. То есть, каждый студент выращивает питомник. Который плавно переходит в сад. Вот и наш волшебник. Вот. Я многое пропускаю. Остановлюсь сейчас на главном. Это уже привитые. Это пятимесячные сады. Это уже привитые. И это тоже пятимесячные. И это пятимесячные. Вот это. Ну, понимаете, все это учеба. Мы это проходили. Вот. Извините. Если у вас дела пройдут. А я вам объясню, почему они могут пойти. Вы можете работать на институт. На оценку. А можете уже заключать договор с институтом. А так как вы все-таки люди государевы, вы студенты. Вот так вы будете выглядеть. Смотрите. Это все на границе зима весна. Поняли? Сейчас я дойду за туда. Вы хотя бы это по ошибке из посылок. А, вы можете тоже соблазниться. Потом третья серия отдельно покажу. Господи, как нас дурят. Ай. Как нас дурят. Люди видят фотографии таких абрикосов и персиков. Невиданные вообще в России, кроме двух-трех садов, я ни на кого не намекаю. Вот. Такого нету. А люди верят, что это чуть ли... Ладно там, и не только юг, это Мичулинский или там Севастополь, Северополь. Они верят, что это есть чуть ли не это. Они не знают, что чуть ли не сказал, где-где в Караганде, что там тоже Сибирь, то и Караганде. Что во всей Сибири этого быть не может, а фотографии персиков, черешат, сибирские сады. Покупайте, покупайте. И верят, и студенты поверят. Поэтому третья серия немножко эту тему затронула. А пока давайте мы опять идем, листаем снизу вверх. Сколько-нибудь, представляете, зиму перезамывал. Зиму не закопанный. Вот это здоровье. Вообще не могу, я больше не могу. Я должен пропускать, пропускать. Мы это в 186 семинаров, в 185 проходили. Вот. Вот это питомник уже Сергея Жирина. Видите, они были взяты и посажены осенью. Вот. Вот примерно такого размера вы должны с этого начинать. Вот. Это уже посылки. Снова питомник. Но это в разные годы. Видите. Одно из... Знаете, когда студент, когда выйдет эту фотографию, он должен догадаться, он должен был заранее видеть, он должен проработать несколько тысяч фотографий. И когда преподаватель, а на экране будет, а он должен стоять с указкой. Рядом. А рядом большой экран. Пожалуйста, будьте добры, эту фотографию прокомментируйте. Ответ такой. С высокой долей вероятности я, студент, утверждаю, что именно вот эта земля, чистейшая земля, где сверху был убран этот самый дёрн, ниже дёрна. Возраст вот этой земли на глубине 10, 20, 30 сантиметров, это возраст тысячи лет. Одной тысячи трёх-пяти лет. Почему именно это вы утверждаете? Потому что именно такую землю нужно из такой земли делать или посадочную. Не ямы, а холмы. Господин преподаватель или господин этот самый, кто там присутствует, будет на выпускном экзамене. Раз, а если в горшках, то без всяких признаков, без всяких задач, никаких удобрений. Ни минеральных, ни органических. Чистейшая земля, где все процессы, менялась на законченные тысячи, десятки тысяч лет назад, и эта земля стерильна. Вот в такую землю надо помещать корни при посадке саженцев. И тогда он только получит пятёрку. А если начнёт про этот самый, чтобы наша песня хороша, опять про дренаж, опять про перегной, опять... Это я только один раз сорвался. Всё, идём дальше. Опа, я взгляжу выскочил оттуда. Тогда мы вот так пролеснём, где мы были. Где мы были, где мы были. Пропускать ничего не хочу. Я просто хочу сказать, что я надеюсь, что это будет пособие. Подробнее уже все есть. Есть всё. Можно даже пропустить что-то. Вот. Ага, вот он я. Вот. Катюшки, абрикосы. Видели, что такое? Настоящие абрикосы. Такой настоящий здоровый садик. Ой, ну некогда мне. Некогда. И объяснить, что такое микориза. Некогда. И почему там червяк сидит. Тоже некогда. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Все студенты в будущем. 185 вебинаров. И вас выгонят с экзаменом. Потому что современные преподаватели этого не воспринимают. Ясно? Не воспринимают всё, что вы сейчас. Я говорю о студентах будущих. Вот. Вот они пересажены. Представим себе, что вы вырастили. Вырастили из косточек абрикосы. Немало вот такое количество. Сильнейшая обрезка при посадке. И потом не погибнет ни один. Шансы только сопривания. Абрикос не любит высокий снеговый покров. Пока тает, может сопреть. В тамбике. Но. Опять я не влясся. Ниначе не надо в Подмосковье не заниматься этим. Или в Мичуринске. Идёт проблемы. Зайдите там же. Да, университет. Да, пожалуйста. Да, эти институты. Да, пожалуйста. А вы сходите на рынок. Найдите там абрикосы. Оно передалось в дачные сады. Вся эта наука. Для чего тогда они имитеты существуют? Вот. Это учёба. Это отрезанные ветки. Что при пересадке. Вот они. Кстати. Ещё раз. Ой, ну не могу я без учёбы. Вот это отрезанные. Вот это остатки. Ладно. Ещё покажу кое-что. Это обычный питомник. Вот. Скороплодные сорта. Благодаря прививкам. На корневые отводки. Ой, много идут. Как хочется всё это рассказать. А чем я занимался в 2005 год? Провожу вебинары. Ага. Вот. Если вы будете наукой жильевской подчиняться. Если будете подчиняться и использовать. Я их называю жизнерадостные. Я их называю суперморозостойкие. Супернадёжные. Мальдужские абрикосы. Вот они по двое. Вот они. Количество лишь какая. Нормально. Не устраивает будущего студента. Представляете. Если это всё головная боль какая у него сказать. Вот с этого момента. Он будет. Один. Как этот самый. Многогранный. Такой. Вот такой. Божок с травянировицами. Он будет и учиться как студент. Уже первый курс пятёрки обеспечен. Так. Потому что если этого не будет. Он уже на второй уровень. Он уже в магонет сразу. Если после первого курса этого не будет. Всё. Он не нужен. Сейчас гигантские деньги. Мы говорим. Нища института не хватает этого. На финансирование. Да. Но даже то что финансирует. Это выброшенные деньги. Это всё равно миллиарды. Понимаете. Я после первого курса. Всё. Нефига. А есть. Как студент. А пусть учится. А у кого. А у Железа Владенкова Ботнера. Я себя не выпячиваю. Поняли. Да. И когда это первый. Этот самый. Будет наголикый янус. Это значит спроса студент. Удачный студент. Второй. Он будет уже тут же. Ещё не сейчас. Не с этого момента. Но уже со второго. Третьего курса. У него уже будет саженцы. Куда их потом девать. Пусть продаёт. Пусть сейчас денег. Не струбирует с него. Вот. Потому что он. Это самое. Всё это ему помогает. Лопату ему купил. Тяпку купил. Привойся нож купил. Дорогой. Импортный. Немецкий. Потом этот самый. Это купил. Это купил. Золоточной станочек купил. Вот. Дальше говорить. Никаких передоим. Ничего нельзя. Вот. И. Это второе будет. Потом он начинает преподавать. Уже получилось так. Он уже должен другим. Менее удачным преподать на руку. Как это у него получилось. И вот эти вот уже. Студенческие. Не нужно. Чтобы преподавателю. Что-то там гундел. А они спали на занятиях. Нет. Это будет между собой. Занятия. Будет. Третий парень загибает. Занятия будут проводить. Сами студенты. То чего не сбылось. В случае с Сергеем. Который поступил в этот самый. Его знание. Опыт. Оказался никому не нужен. Вот. Следующий этап. Внимание. Где мы были. Еще раз. Весный ботаник. Может быть очень плохим приватчиком. Значит. Начинаем учиться прививать. Господа. Начинаем. Начинаем. Ищем подходящие фотографии. Где мы были. Вот. Подвое готово. Красотища. Да. Вот. Господи. С руками. Должна была темерязька оторвать. Темерязька. Которую я потом покажу. Присвоила фотографии. Железова. Еще других известных садоводов. Ну. Нельзя же так-то. Вот. Идем дальше. Это учебная фотография. Фотографии. А это знаете как? Плавный переход. Видите? Первый год. Вы поверите, что это второй год? Вот то, что почти два года прошло. Нет, не так. По двое первый год. После прививки прошло полтора года. То есть в общей сложности вот этим абрикосиком славным. Два года. Или на момент это, начиная от посадки семечки, два с половиной года. Эффективно? Идем дальше. Представляете, что студент может раньше времени закончить. Ученый учить только пользу. Он может за 34 года всю программу свой угостить плодами эту самую. И следующий этап. Вы знаете, он какой? Ведь он, перейдя, он уже может дальше переходить. Или это становится, это как единая цепочка. А эта цепочка, друзья, была разорвана. Одни учили студенты, другие НИИ. Вроде бы выпускали какую-то новую сорта. Потом должны были испытывать сами их в ГСУ, в госфорд-испытательных участках. Лучшие из лучших должны были перейти в государственные питомники. И в дачные сады. И промышленные сады. Все, цепочка полностью разорвана. Сейчас НИИ, сами себя обеспечивают, частично обеспечиваются деньгами. Врачи садятся на продажу. Плодопитомники, в основном, закупы. Есть такое слово старинное, закупы. Они закупают, они продают. Сами в этом не участвуют. Только используют название государственного питомника. И частный питомник еще лучше. Там такое творится. Они забыли, что такое гости. А, кстати, вот эти тоже гостам не подчиняются. Так, ну что, еще немножко поговорим. Это все тот самый питомник. Плавно переходящий. Видите, как? А почему здесь пожиже? А это все, что было между этими другими априкосами, продано. Вот. Вот так вот и продаются. Вот так вот. Это счастливые обладатели. Шансов, что замерзнет. Вот, почти нет. Так, Андрей, курить вредно. Вот. Ну, а здесь сад, который был мной специально заложен под эту программу постуденческую. Но не сбылось. Приехала одна единственная. Вторая и последняя сюда приехала. Это Савинча Александровна. Вначале студенткой. Но непростой студенткой. Красный диплом. Сипедиатка путинская. И главный перешедший в аспирантку. Мы с ней вот эти сады вместе выращивали. Она училась. Я учил. Вот. И если учесть, что это в 16-15 году были посажены. А вот это 19-й год. Пожалуйста. Вот. Это и была учеба для нее одной. Но в принципе, своими материалами, если кто-то будет закупать, то может и приехать та же Тимирезовка, или если у меня там все перейдет в практику. А, ну что смеетесь? Что смеетесь? Шанс-то есть. Один на сотню. Но есть же. Наши проруцы туда, среди этого, ну как бы сказать, среди, даже не то, что безделия, нет. Просто безразличие. И тогда может закупить у меня эти косточки, семечки для всех студентов. И пусть они это, и принесут славу. Потому что вот это все, друзья, моментально, моментально, мне на это несколько лет понадобилось-то всего. Еще несколько лет, понимаете? Именно из-за этого, что я такой скороспелый, что я такой наглый, что этот, как черт, выскочил с табак перки, всех обошел. И до сих пор сад жив, и ничего с ним не сделалось. Вот. То есть думали, вот завтра будет, завтра замерзнет. Я включаю сюда и персики, и так далее. Вот. Видите? Это журналистка. Попробуй ее обмани. Я бы ее сказали, что это сделано в корму. Да, кстати, в корму уже такого нет. Итак, продолжаю. Продолжаю. Прошу прощения. Алло. Алло. Алло, я не слышу ни слова. Здравствуйте. Вы говорите быстрее. Я сейчас пин записываю прямо с экрана компьютера. У вас... Да, уже сегодня мне звонили, я уже вам перезванивал. Да, сегодня все. Я постараюсь с ней увидеться, объяснить, чтобы она пришла в местное отделение. Все, извините. Я ничего вам обещать не буду, потому что у меня с ней приходится к связи. Все, пока. Я не могу говорить. Перезвоните, я спрошу. Через полчаса я закончу съемку фильма и поговорю с вами. С удовольствием поговорю. Я сейчас не могу. Я занят. У меня фильм. Это не шутки. Я в интернете. Извините, пока. Через час. Ну так, вся страна в долгах. Извините, что вы это слышали. Так, теперь. О чем мы будем говорить? Значит так. Мы уже многое сказали. Потом. Еще полистаю быстро. Вот. Никаких надежд на вот эти вот. Видите, с Крыма пришло. Вот. Опытный садовод железа Сергей должен был получить эту посылку с Крыма. Нарезать черенков. Плевать, что они это. Допустим, две трети отрезать черенков нарезать и перевить на местное подвое. Дать им шанс. Но получил халтуру сильно поздно. И получается выбросил деньги. Они были посажены вместе с листьями. И все это дружно умерло. Вот. Чего и вам не желаю. Так. Теперь. Вот. Единственный питомник, который хранится на морозе. Так. Нет. Вот. В России это тоже о качестве. Вот. Вот она зима. Мне еще что-то вам надо сказать. Да. Значит, уклон. Это абрикосы. У них слабое место корневая шейка. Желательно садить даже питомник на небольшом уклоне. В крайнем случае, на равном месте. Видите, как получилось? Земля распахана. Здесь протоптана. И получилось по неволе приподняет и корневая шейка над общим уровнем. Но не могу подробнее говорить. Вот. Вот это и есть Сергей Железов. И что-то важное я пропустил. Значит. Ну, опять нельзя мне все это рассказывать. Надо заканчивать этот разговор. А, в принципе, сами фотографии они являются. Потом еще раз включите. Медленнее. Они являются практически наглядным пособием. По-моему, даже слова не нужны. Да? Согласны? Вот. Если я вот так пролистаю. Апторитетнейшие люди во главе с заместителем. С этой. Вот перед вами Байкова. Директор многолетний. Кандидат наук. Аптор книг. Моя прекрасная, знакомая. Можно сказать, подруга. Боевая. Один из основателей Санглорского садовода. То есть, здесь нет случайных людей. Вот. Студенты должны дружить с такими. Я когда-то, не студент, но будущий фермер еще землю не взял. Но я уже тогда поехал, поклонился. И не постеснялся. Вот так вот сказать. Галина Николаевна, я к вам. Я вас так наслышал. Видите как. Вот. А то говорят железо против науки. Но это настоящая наука. Вот это Галина Николаевна. Это наука. Это. Это земли. А не этих заносчивая. Мы всю жизнь выращивали семечек. Вот. Мы 50 лет потратили. Отодлился какой-то. А то результаты никого не волнует. Этого не может быть. Про это я рассказывал. Сейчас долистаю. Вот. И на этом, наверное, все. Это все умрет. А это не умрет. Это уважаемый человек. Кто-то Роман Юрий Александрович. Вот. Ищите его будущие студенты. Или Сергея. Сидит на кране в свободное время. Маленький питомник содержит. Вот. Горько, горько, горько. Он как бы пригодился науке. Как бы он пригодился. Но Мичурин со временем Мичулина. Как не умели они выращивать, так и сейчас не умеют. Поэтому, в принципе, и без прививок осадом обходится. Если видеть фотографию разного дерьма, это не без этого. Вот. Это учебная фотография. Мы персики не укрываем. Это для вас. Один раз, чтобы это снять. Потому что ко мне я часто перезал раньше телевидение. Вот это перед зимой. И сейчас я буду заканчивать. А потом. Вот это примерно через год-два. Вот это должно быть у любого студента. И уже первые плодики появятся. Прикосики, игрушки. Уже. Где-то примерно на третий год. Вот плавный переход. Вы представляете, какой можно возбудить. Интерес у студентов. Если они, во-первых, побывают в таком саду. Во-вторых, именно с него будут по двое и при вое. Поняли, да? Сейчас еще постарше. Ну, вот так же. На дальнем плане где-то трехлетка. Вот. А вот уже первые плодики. Вот это будет промежущееся варя. Ага, проходит три года. Приходит комиссия по главе с ректором. Посмотрит. Ага, вот это да. А что он скажет, почему такие мелкие плоды? Вот. Уже ли за 500 граммов оглуши яблоки? Вот. 100 граммов оглуши. А почему такие мелкие? Что же варенетка? Вот. А любой студент должен ответить. Нет, уважаемый. Смешанный сад подразумевает, что я там вот с этими плодами будущими, с цветами. Должны быть цветы ранеток. Смешное опыление. Это здоровье сада. Вот. И обязательно в его саду должны быть простые сорта, которые железом называются Тарховой фонд. Точка. И сейчас будем заканчивать. Вот видите, вот эта вот мелочь. Это, знаете, как это называется? Это называется полку турка Аленушка. Вот. А так как у нас вся страна, кроме огурки, еще ничего не пробовала, почти вся страна, я не беру отдельных энтузиастов. Сейчас настолько все захилило. Вот. То и этому будут рады. А значит, что должен представить любой студент и полукультурные сорта, и семенной материал. К железу не доедешься, а к концу его обучения он должен сказать, вот видите, у меня вот тут вот уголочку. Растет пара уссурийских груш. Они еще не плодоносят. Но это я дарю институту. Или я остаюсь работать в институте. И продолжаю. Это уже будет слой семенной материал. Не уничтожаемый, не морозами, ничем. Не болеющий ничем. Вы знаете, что творится? Ой. Все болеет. Все изумечено. А почему не болеет? Морозы не выдерживаются. Результат болеет. А все эти опрыскивания еще не дают. Это все ерунда. Но если закончу вот эту тему питомник, который еще раз, видите, плавно переходит. Вот, смотрите, маточный сад. Еще маточный. Потому что любой сад, институт, я должен как максимально долго, до 80 лет, оставаться маточным. Потом на пенсию. Вот, то есть, просто становиться промышлым, чтобы давать плоды, плоды, плоды. На семена и на черенки. Только для этого. Ну и можно, вольву, кормить всю пенсию. Представьте себе институт, представьте себе столовая. А в столовой огромные яблоки. И гораздо все лучше. Потому что как угощали Медведева, как угощали Путина в это самое, в государском праве. Ну стыдно было, стыдно. Вот, и питомник с разной стороны. От кусок земли по 50 тысяч мы не смогли купить сотка. И вот зарос лесом. Никому не нужны. А скины цены отказались. А больше нам земли плохо, государство. Мы же никто. Вот. Вот то самое. Так уже, тут Тимошка стоял. Это видите. Вот этот волк, это и есть настоящее судоводство. И всякой химии. Землиного не было. Выпиливал мощнейшие абрикосы, уже плодносящие, чтобы оставить место под питомник, потому что кушать надо. Вот. Вроде бы преступление. А земли так и не дали. Вот. Прикупили мы участок. Один за миллион, второй за 200 тысяч, и в третий за 500 тысяч. Потом еще по мелочам, кажется, 2 миллиона собственного кармана. Чтобы видеть возможность, друзья, вас учить. Вот, кстати, это прикупленный участок. Гордели сибирские. О, сибирские. Я их называю. Хершонский. Сейчас закончу, закончу, закончу. Это, когда фотография требует осмысления и требует это самое. Комментариях. Но некогда, некогда, некогда. Вот то самое. Это учеба. Только не думайте, что он будет приватным, такой длиннее. Это примерка. Саранцы плодовых деревьев, мировых стандартов. Нет никаких мировых стандартах в институтах. Мне стыдно, мне больно. Я для этого хочу закончить, чтобы вы меня поняли. Вот это будет первая серия. А вторая серия уже готова. Там чуть подробнее. Вот. И третья серия будет. Это мой конфликт, фактически, с этим. С теми. Ну, с второй серии начинается. С бухгалтерами, эти меряезыки. Заносчивыми. Невероятно. С советами, которые насмерть уничтожают деревья. Вот. И война не кончена, потому что есть такое понятие требовать садистанции. Прошло, уже и пошли годы, я требую извинения, извинений нет. Вот. Это дает мне право критиковать то, чему они научились, к сожалению, в глазах. На этом прошу прощения. Я заканчиваю первую серию. До свидания.